29 июля вышел первый приказ о зачислении в Казанский Федеральный Университет. Сюда вошли три категории абитуриентов, те, кто поступал без вступительных испытаний. Первая категория – это победители и призеры Всероссийских Олимпиад школьников. Таких было зачислено 11 человек. Причем, что характерно, трое ребят стали победителями и призерами Олимпиады, которые проводил Казанский Федеральный Университет по химии. И они, естественно, были зачислены на Институт химии. Вторая категория – это зачисленные по особой квоте – дети-инвалиды, сироты и другое. Таких было 136 человек. И третья категория – это те, кто поступал в университет по квоте целевого приема – 126 абитуриентов. Целевой прием – это, по сути дела, государственный заказ республики на подготовку специалистов, которых не хватает на сегодняшний день в тех или иных сферах деятельности. Всего приказом о 29 июля в Казанский Федеральный Университет с учетом филиалов, расположенных в Елабуге, Набережных Челнах, было зачислено 273 человека. А вот приказ первой волны зачисления всех абитуриентов выйдет 3 августа. Сюда попадают 80% ребят, которые поступают к нам в Казанский Федеральный Университет, за вычетом тех, которые уже зачислены приказом о 29 июля. Туда попадут те, которые на момент формирования приказа подали оригиналы документов и заявления о сагмассе, а также те, которые проходят по конкурсным баллам. А 8 августа состоится вторая волна зачисления. Для тех, кто планирует в нее попасть, необходимо принести оригиналы документов до 6 августа. Всего в 2017 году Казанский Университет планирует принять 14,5 тысяч абитуриентов. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюс.